Всем привет! Всем доброе утро! Сегодня я наконец-таки сниму полноценный влог, потому что уже неделю, даже больше, наверное, когда мы вышли учиться, я не могу снимать нормальные влоги, потому что появляются какие-то дела неотложные. В принципе, я просто устаю, у меня болит голова, я просто не могу доснять влог. Приятного просмотра! Сегодня день будет насыщенный, интересный. Оставайтесь со мной, смотрите это видео до конца. Мама пришла только что с магазина. Давайте сделаем анпактинг пакетов. Кузя, кукурузные палочки, дальше папа может сосиски, дальше сыр, дальше два батона, раз батон, два батон и молоко. И что находится в этом пакете? Это печеньки, сахарные, насколько я помню, колбаса, большая колбаса и картофель. Всё, начинаем готовить. Первый готов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сколько тебе лет исполнилось? Одиннадцать. Рада этому, постарела на один год. Всё? Старушка! Так, на это вот держи, чтобы у тебя тут ничего не упало. Спасибо. Бабушка немножко лоханулась, надо было другое яйцо купить. Спасибо большое. А теперь ко мне заходи в комнату. Зачем? Ну надо. А зачем? Ну надо. А зачем? Сейчас узнаешь. Мама, последи там за яйцами, пожалуйста. Пойдём. Так, как мне осталось найти? Ой, нет. Аблика, два. Сейчас, секунду. Ты что, кашляешь? Нет. Садись. Тебе нравятся красивые резиночки? Для волос? Ты знаешь. Садись. Чё стоишь? Выбирай расцветку. Забираешься. Уходим. Какие у тебя тут настали. Вот. Вот эти, получается, все разные, а вот эти повторяются. Зелёные тоже повторяются. Ты как будто из леса. В такой этой лесной накидке. Я у папы тело волосы. Ну вот это хорошее. У тебя волосы тёмные. Смотри, у тебя вот это хорошо будет. Волосы тёмные, это такая вот нежненькая. Смотри. Ну сама выбирай, конечно. Угу. Говоря, Ульяна выбрала вот такой жильзин, как у меня. Точнее, бабушка помогла ей с выбором, потому что она не знала, что же ей выбрать. На улице опять снег идёт. Сколько можно? Я икаю, у меня кто-то вспоминает так конкретненько прям. Уже минут 10 икаю. В общем, я уже собралась, накрасилась, оделась, переодела два раза джинсы, потому что купила себе клёш, вот эти джинсы. Я теперь не могу их одевать, не знаю, вот, ну просто вот не могу их одевать. Вы, кстати, их не видели, я вам даже не показывала, по-моему. Ну, куда-нибудь ближе к весне я их буду одевать, но пока что с курткой это не особо удобно, с длинной и не особо выглядит симпатично. Илья уже выехал из Академии, ему поставили в зачётку оценку. Я думаю, что он сам вам расскажет всё-всё-всё. От него будет более приятно услышать, чем от меня, всё-таки это его заслуги. Я попрошу его, чтобы он рассказал вам, как он волновался, как он переживал и что в итоге он получил, пока это останется секретом. А сегодня мы должны будем сходить в какой-либо магазинчик, в Победу. Это скупка старой электроники. Я пока не особо хочу вам разглашать информацию, это пока секрет, но связанное с моим блогом. Не знаю, если вы догадались или у вас есть какие-то догадки, то напишите в комментариях, чтобы, так сказать, не сглазить. Я пока не буду ничего рассказывать, вот. Ну, а постепенно, если всё получится, вы узнаете. Ну, в любом случае, когда-нибудь это у меня исполнится и получится, моя мечта. Снежок мелкий идёт. А я и лук где? Ещё глаза не адаптировались к этому яркому свету. Не знаю, я вышла, уже оплакалась. Иду до сих пор, слёзы качатся. Ничего нового. Ребят, посмотрите просто на моего молодого человека, как он выходит с Академии. Вы просто посмотрите. Пойдём. Костные ботинки зимние, штанишки, сумочка. Но, правда, сюда не вписывается эта куртка. Вот, она спортивная. Но у него есть этот, как его, пальто. Ну, это такой осенний, весенний брян. А ещё вы, кстати, не видели, он купил себе новую куртку, которую я почему-то не запечатлела на камеру. Ты давно которую хотел. Да. Ну, куда ты? Вот, рыбок. Поворачиваемся спиной. Давай, иди. Вот. Такая. Там была огромная скидка. Нам повезло. Она, короче, без скидок стоила 18 тысяч. Потом я зарегистрировалась на сайте Рибоковском. И мне приходит на почту оповещение. То, что там 50% скидки, всё такое. Это было перед Новым годом. Я захожу на этот сайт, смотрю, а эта куртка стала стоить не 18 тысяч. Или 17, не помню. А, 11 или 12, да, по-моему? 11. Вот. Ещё карта. Да, мы идём, встречаем друзей. А у них есть ещё карточка 20%. Причём мы шли уже покупать куртку. А друзья шли из, ну, короче, Макдональдса. Кушали в торговом центре. Ну и получается так, что мы пересеклись. И они такие, а вы куда идёте? Я такой, да, за курткой, вот, в Рибок. Они такие, ааа, у нас карта есть. Мы такие, ааа, ну всё, отлично, давайте, нам. И всё. И получилось 8 или сколько, 7? Да. Нет, 9, по-моему. Ну, в общем, не важно. Вот. Ты что, упал там? Нет. Что ты делаешь? Илья, я обещала, что ты расскажешь, на что ты сдал свои переживания и всё, всё, о чём ты думал. Я отличник. Впервые в жизни. Никогда отличника не был. Расскажи. У меня руки мокрые. Ну ладно, давай, рассказывай. Чё, первый был ТГП. Все боятся этот предмет. Теория государства и права. Да, все думают, что преподаватель изверг. Но на деле классный мужик. Вот. Даже не мужик. Парнишка, можно сказать. Ну как, ну ему на вид лет 27-26. Блин, а всё, рассказывай. Ну и по итогу, первым экзаменом была вот эта ТГП. Теория государства и права. Я сдал на 5. Продолжаем, да, потому что мы приходили дорогу. Надо было без камеры прийти спокойно. Да. Между экзаменами перерыв был. Получается, ну короче, 5 дней. Пресс-минус. 4-5 дней. 4 дня подготовки, и пятый уже это экзамен. Вот, второй экзамен это была зарубежка. Преподаватель классный. И все думали, что он пройдёт очень легко. На деле всё наоборот. Вот, очень сложно, мне показалось, и очень тяжко. Подготовка шла, очень, не очень. Вот так. И последний экзамен, и да, тоже на 5 сдал. И последний экзамен. Сегодня. Да, сегодня. Вот мы только час назад встретились, а я часа два назад сдал его. Это было правоохранительные органы. Там, короче, изучаются, соответственно, правоохранительные органы. Естественный комитет, прокуратура, все суды, их полномочия, должностные лица, требования. Давай. Требования к этим лицам. И всё, всё, всё. Я тоже, кажется, сдал на 5. Вот так. И какие плюсы? Да, плюсы. Из-за того, что я всё сдал на 5, у меня будет стипендия побольше. 2600 вместо 1800. И в целом всё. Да. Кстати, мы сейчас идём сзади нас, вот, в старый дом Ильги. Нет, что-то ещё? Что-то ещё же было. А-а-а, каникулы. У нас теперь каникулы. Да. Они... 6 числа. А мы учимся. Мы пришли к Илье. Он уже всем позвонил, рассказал про свои оценки. Обрадовался. Ты не рассказал? А? Я же рассказал. Ну, я говорю то, что ты всем рассказал уже. А, я вас ещё рассказал? Да. Вот, сейчас пришли. Я погрела Илье макарошки. Он сказал, что я ему погрела, как и для маленького мальчика их. Да, может, это мало. Вот, да. Сделала 5 бутиков. Это нормально. Это нормально. И вкусные колбасы. Мне очень сильно понравилась колбаса. Вот такая, очень вкусная. Были в Победе. Я вам сказала, что не расскажу, в чём прикол, что происходит. Сейчас так сделала, а то вы немножечко в тумане в каком-то, из-за того, что с холода. Но, в общем, смысл в чём? Зачем мы ходили в Победу? Кто не знает, что такое Победа? Это магазин, ну, типа, скупка. То есть, они скупают электронику, не только электронику. Комиссионный магазин это называется? Комиссионный магазин. Вот. Я ходила туда для того, чтобы узнать, за сколько они могут принять мою камеру. И сколько мне даже могут заплатить за неё. Потому что я хочу поменять свой фотоаппарат на более новый. На какой, не буду пока говорить. Но, думаю, многие догадываются, на какой. Это самый известный фотоаппарат, камера у всех блогеров, в общем, таких известных. Она есть. Вот. Я очень сильно хочу себе такую же. Кое-какую. Потом скажу. Консультант. Он посмотрел на мою камеру, покрутил, повертел, заляпал мне объектив. Ещё в забавок не мог закрыть объектив. Этой колпачком моим вот этим. Я уже готова была его плюнуть ему в глаз, если честно. Вот. И он говорит такое. Почему ты наедел? Я не мочу, кай. Скажи, что ты так вот сказал. Вот. И говорит мне о том, что, извините, но эта камера слишком старая. Старая версия. Мы не можем... Кажется, чмошная камера у Насти. Ну, не то, что чмошная. Мне кажется, он не понял, типа, ну, не знаю. Прикол. Как бы, да, она не продаётся сейчас в магазинах. Её нельзя найти. Кому интересно, кстати, Sony Next 3N Alpha. В общем, что-то такое. Вот такой набор букв. Вот. Она уже не производится, но, в принципе, камера действительно хорошая. Ну, обычная, нормальная камера. Я ещё с поворотным экраном. Илюш, мы уже с тобой всё это обсудили. Я тебе сказала. Ну, они-то этого не знают. Чего они знают? Ну, то, что ты играешь, какая хорошая камера, как всё хорошо. В соответствии с этим, если логически размышлять, вытекает вопрос. Зачем тогда вообще её менять? Потому что я хочу осуществить свою мечту. Благодаря этой камере я накопила почти на свою мечту, на свою любимую камеру, которую я очень давно хотела. И поэтому я и хочу её приобрести. Вот. Поэтому в Победу у меня не забрали мою камеру. Теперь нужно... Я выставила на Авито. Продаю её сейчас там. Но не знаю, насколько быстро её купят. Возможно, вообще не купят. Потому что много довольно-таки таких камерок продают. Вот. Но, по-моему, их особо не раскупают. Ну, а так она в идеальном состоянии. И вообще я бы продолжала ей пользоваться. Но просто очень сильно не хочу ту и возможность, если позволяю. Почему бы как бы и нет? Если вам нужна камера новая, хорошая, в хорошем состоянии, то напишите в Инстаграм. В описании есть ссылочка. Переходите. Вот. Обсудим. Я вам всё расскажу, сниму. Если вдруг вам нужна именно такая камера, вы не знаете, у кого купить. Вот. Отвечаю за качество. Всё будет хорошо. Отправлю в любой город. И всё такое. Я сижу дома. Хочу вам рассказать мою удачу. Просто. Удача на высшем уровне. Я в итоге написала продавцу, который продаёт ту камеру, которую я хочу. Узнала, сможет ли он мне уступить кое-какую сумму. Он сказал то, что да, типа без проблем, давай, я не против, подъезжай, типа посмотришь. Но потом пишет. Такая проблема, то что у меня нету аккумулятора. То есть аккумулятор оставил я в Москве, а сам он сейчас в Сырате. То есть все лаят, садут, пускают. То есть без аккумулятора я не могу купить камеру, потому что мне нужно её проверить. А найти где-то аккумулятор спонтанно я не могла, потому что я тупо не понимаю, какой подходит. Там два аккумулятора на эту камеру, и везде показывают разные. То есть и на обзорах получаются разные, и везде разные. В общем, я не совсем понимаю, какой нужен конкретный аккумулятор. И в принципе я не разбираюсь в этом. Она мне сказала конкретный, который нужен. И в интернете, опять же, их два вида. И оба этих два вида подходят, но они вообще не одинаковые. То есть не понимаю, в общем. Поэтому мне нужно в жизни увидеть, как выглядит этот аккумулятор нормальный, который входит в саму камеру, и там вообще всё супер. Что я понимала, какой купить. Потому что если я сейчас куплю, я просто так потрачу деньги, приеду. И мало того, что я не смогу, скорее всего, подобрать правильный аккумулятор, так ещё и не куплю камеру. Поэтому решила, что деньги не буду тратить. К тому же, это довольно-таки немаленькие деньги. И за такие деньги, как я считаю, нужно покупать хоть и бушную камеру, но в полном экземпляре. То есть коробка, чеки, провода, аккумуляторы. В общем, всё, чтобы было как... Допустим, ведь я буду продавать свою камеру, от неё есть всё. Ну, то есть я требую того же от продавца. Вот. Посмотрим. Возможно, этот мужчина или женщина, я не знаю, как, кто это... Оно привезёт этот аккумулятор из Москвы в ближайшее время. Если это будет так, то, конечно, это будет прекрасно. Вот. Либо же я, возможно, решусь и закажу этот аккумулятор с Валверса. Ну, не знаю, в общем, пока что делать. Ещё, кстати, я не помню, рассказывала ли я вам, почему я так резко оказалась дома. Я дома уже где-то с 8 часов, наверное. У Ильи сегодня встреча с одногруппниками, так как они закрыли сессию, у них начались каникулы. Вот. Они решили, что им нужно собраться с одногруппниками, отпраздновать такое мероприятие. Поэтому они сейчас отдыхают в кафе. Вот. Он мне тоже предлагал пойти, но я не захотела. Вообще, на самом деле, наверное, будет много вопросов, почему я хочу поменять камеру, что меня не устраивает. Вот. Если будут вопросы, задавайте мне под этим видео в комментариях вопросики. Я вам расскажу. Вот. Думаю, это, наверное, интересная тема, потому что, когда я начинаю что-то выбирать, вот, допустим, я выбирала телефон, допустим, я выбирала вот эту вот камеру, когда начала вести блог. Я очень много видосов таких пересмотрела, и мне нужны были вот эти вот ответы на вопросы, которые у меня возникали. И, возможно, если ты тоже хочешь начать снимать видосы или начал, и просто не понимаешь, какую тебе камеру нужно, задавай, короче, вопросики. Я в следующем вложике или просто в видосе расскажу, отвечу на все ваши вопросы. Давайте будем держать за меня кулачки, чтобы всё получилось. И в ближайшее время я купила ту камеру, которую я хочу. Вот. Чтобы радовать вас ещё более крутым качеством, ещё более крутыми форматами, видосиками, качественными, классными, молодёжными. Показать хотела вам моё новое колечко, которое я вам не показывала. Вот такая красота у меня теперь на пальчике. Теперь у меня на ручках два колечка. Вот. И всё это украшает ещё Пандор. Забыла вам рассказать, когда я рассказывала про новогодние подарки. Про него. Это подарок от меня самой себе. На Новый год. Надо себя радовать. Я решила радовать колечкам. Думаю, можно заканчивать это видео. Я надеюсь, оно тебе понравилось. Если это действительно так, то жду тебя снизу под видео. Обязательно оценивай это видео. Подписывайся на мой канал. Пиши комментарии. А также ставь колокольчик, чтобы не пропускать ни одно моё новое видео. И давайте будем все вместе держать за меня кулачки, чтобы у меня всё получилось. И я приобрела новую камерку. Я поняла, что я помешанная на этих камерках. У меня уже будет третья по счёту. Если всё удастся, удастся, удастся. И ещё в шкафу много-много разных камер папиных. Папа занимался тоже таким вот подобным видом раньше. Но они такие старенькие, поэтому я на них в любом случае не смогу снимать. Спасибо за присмотр и пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!